МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учимся правилам играя, когда школьники постигают азбуку безопасности. 150 сантиметров. Что можно делать, когда уже дорос? Шагающий автобус. Для чего школьники вышли на прогулку? Дед Мороз и Снегурочка думают о безопасности на дорогах и одаривают прохожих и водителей. Об этом и не только расскажет Регион 19. Дом, школа, школа, дом. Ежедневный маршрут всех детей. Каким бы ответственным ни был ребёнок, он остаётся ребёнком. Внимание детей привлекает всё, что угодно. Малейшая невнимательность может привести к трагедии. Вот почему важно, чтобы вы были примерным пешеходом для своего ребёнка. Выберите совместный безопасный путь. Подальше от машин, где мало перекрёстков и переходов. Остерегайтесь опасностей на улице. Сопровождайте ребёнка в школу и домой. Воспитайте внимательного и ответственного пешехода. Госавтоинспекция не перестаёт удивлять водителей своей заботой. В этот раз госавтоинспекторы провели необычную акцию для водителей большегрузов. Общественники, автополицейские и представители военной автомобильной инспекции объединились в одном порыве и вышли на дорогу. Но не просто так, а с подарками. И не абы какими, а очень важными. В этот раз всё внимание было приковано к дальнобойщикам. Ведь управлять такими машинами-махинами – ой, как непросто. Опасности на дороге водители большегрузов преодолевают как за здрасти. А вот встречи с инспекторами ГИБДД приносят только позитив. Автополицейские вручали водителям тематические брелоки, на которых важная напоминалка – всегда возвращайся домой. Ведь каждого водителя дома ждёт семья. И помня об этом, все водители должны быть на дороге внимательными и аккуратными. А ещё ко взрослым присоединились дети, которые нарисовали для водителей мини-картины и приготовили сладкие и вкусные презенты. Самое главное, что должны помнить все рулевые, независимо, какой автомобиль они водят. Это то, что дорога не прощает ошибок. И вести себя за рулём нужно исключительно по правилам. ГИБДД Субтитры создавал DimaTorzok Дети дошкольного возраста непоседливы и неусидчивы, поэтому к ним нужен особенный подход. Уже доказано, что вбить в них нужную информацию легче всего во время игровых мероприятий. На спортивные состязания по правилам движения на дорогах в Абаканский детский сад «Мечта» пришли и госавтоинспекторы. Автополицейские внимательно наблюдали за тем, как детсадовцы разгадывают загадки, собирают пазлы из дорожных знаков и мастерят светофор. А еще правильно отвечают на вопросы по дорожной безопасности. Пожалуйста, Миша. Миша отвечала. Не лечать, и не бегать, и не есть. В автобусе не едят. Дальше. И отвлекать водителя. И отвлекать водителя. Инспекторы ГИБДД были приятно удивлены тому, что такие маленькие дети уже четко знают, что пешеходный переход – это опасное место. Переходить дорогу можно только убедившись в том, что все автомобили остановились, а водители видят пешехода. Мы наблюдали за вами, что вы делаете, как вы делаете, что вы говорите. Но даже будучи в детском саду, вы должны знать очень важные правила. Это правила перехода проезжей части по пешеходному переходу. Давайте с вами договоримся в детском саду, что пешеходный переход – это небезопасное место. По пешеходному переходу могут ездить автомобили. Подобные мероприятия оставляют в памяти детей не только соревновательные впечатления, но и правила безопасного поведения на проезжей части. А значит, и воспитатели, и автополицейские работают не зря. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель. Пропусти пешехода. Детский сад Детский сад – это хорошо. Но есть ребятишки постарше, которые уже ходят в школу. А еще в школу ходят госавтоинспекторы. Задача та же – научить детей безопасности. Новогодние каникулы, пора прогулок от елки до горки. Именно в это время дети должны четко помнить правила безопасного поведения на проезжей части и во дворе. А лучше, если эти правила будут у них перед глазами. Четвероклассники третьей школы Абакана пополнили свои дневники как раз такими напоминалками. Эти школьники выбраны автополицейскими не случайно. Именно их одноклассник, нарушив правила дорожного движения, оказался на капоте автомобиля. Все обошлось легким ушибом, но так бывает не всегда. Дети после вручения сразу принялись приклеивать памятки в свои дневники. А инспекторы ГИБДД параллельно проверили наличие безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Госавтоинспекторы очень просят родителей постоянно напоминать детям о безопасности, говорить о дорожных ловушках и показывать положительный пример. А теперь другие школьники. В ноябре этого года ученик второй Абаканской школы попал в ДТП, будучи непристегнутым пассажиром. Чтобы наглядно показать детям важность ремней безопасности и детских удерживающих устройств, в школу наведались госавтоинспекторы. С помощью нехитрого изображения шкалы роста дорожные полицейские измерили рост детей младших классов. Как оказалось, большинству детей не удалось дотянуться до отметки 150 сантиметров. Почему именно 150 сантиметров? Именно при достижении такого роста ребенка можно пристегивать штатным ремнем безопасности. Если ребенок ниже, да еще и намного, то ремень безопасности, наоборот, может нанести дополнительные травмы. Детей ниже 150 сантиметров ростом необходимо перевозить в автомобиле только в специальном детском удерживающем устройстве. Как только школьник вырос из кресла, то поменяйте его на бустер, который поднимет ребенка на сиденье, и ремень безопасности пройдет ему аккурат по плечу, как этого и требует правило безопасности. Родители, помните, что самое главное правило безопасности не навреди. Пристегивайте ребенка в автомобиле правильно и безопасно. Ну, раз уж мы решили пройтись по школам, то не будем останавливаться. И переместимся в следующую школу, в лице имени Николая Генриховича Булакина. Здесь школьники решили пройти шагающим автобусом. Путь в школу не всегда безопасен, как кажется. Чтобы еще раз напомнить школьникам о правилах безопасного поведения на дороге, автополицейские провели учащимся лицея имени Николая Генриховича Булакина шагающим автобусом. Несколько десятков детей, взявшись за руки, сформировали символический автобус и прошли вместе с инспектором по самым опасным участкам дороги вблизи школы. В ходе движения инспекторы ГИБДД рассказывали всему автобусу, где и какие дорожные ловушки могут их подстерегать. Переход проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, арки домов, выезда с прилегающей территории и припаркованные автомобили. Все это стало предметом изучения и обсуждения шагающим автобусом. Практические занятия с детьми дают намного больше эффекта в части их обучения безопасному поведению. В реальных дорожных условиях дети лучше схватывают информацию, нежели просто на слова. При витии детям навыков безопасности все средства хороши. И инспекторы ГИБДД делают все возможное, чтобы сохранить детские жизни. Госавтоинспекция призывает родителей проводить со своими детьми минутки безопасности и всегда обращать их внимание на скрытые опасности. Так как в этом году у нас последняя программа, то закончить ее хотелось на сказочной ноте. У сказочных персонажей перед Новым годом работы хоть отбавляй. Облачившись в Деда Мороза и Снегурочку, волонтеры вышли на улицы Абакана, чтобы не только подарить пешеходам и водителям новогоднее настроение, но и напомнить, что даже в праздничные дни не стоит забывать о дорожной безопасности. Все, кто попадался ряженым на пути, получали сладкие подарки и напутственные слова. Разумеется, все о безопасности. В новогодней суете очень легко отвлечься и забыть такие важные правила. Правила дорожного движения. А вот если им не следовать, то праздники могут обернуться бедой. Сказочные персонажи обманывать не будут. И уж если они говорят, что нужно жить по правилам, значит так и стоит делать. В предпраздничные дни не только Дед Мороз поздравляет с Новым годом. Есть в Абакане самый важный автополицейский, который тоже рвется всех поздравить. Дорогие участники дорожного движения, поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Желаю, чтобы в новом году у вас ожидали только успех, счастье, безаварийные дороги, семейное благополучие, достаток, тепло и уют дома. Желаю, чтобы все желания, которые вы себе загадали, сбылись в следующем году. Каждый год госавтоинспекторы выходят на дорогу, чтобы порадовать водителей. И когда документы проверяет Дед Мороз, все водители просто расплываются в улыбке. В этом году ГИБДДшный дедушка и его внучка подготовились тщательно. Конфеты, мандарины и поздравления получают только те, кто хорошо вел себя целый год. А чтобы узнать, кто бедокурил, а кто нет, у Дедушки Мороза есть волшебная книга, в которой все зафиксировано. Эй, внучка, дай блокнот. Держи, дедушка. Это мой волшебный блокнот. Иди. И в него ты посмотри. Коль увидишь ты себя, значит праздник у тебя. Ой, и прямо тут говори. Как зовут? Александр. Ай, дружок, приготовил ли ты стишок? Ну что это за вести очки? Очко с полдюжины она себе достала. Вертик очками. То так, то сяк. И впроку на волосы нет них. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Новогодние праздники – это пора чудес. И автополицейские решили не отставать и подарить пусть маленькое чудо всем водителям. Не секрет, что автополицейских недолюбливают. А зря. Ведь именно инспекторы ГИБДД даже в сказочных костюмах следят за тем, чтобы на наших дорогах было безопасно. Госавтоинспекция Республики Хакаси поздравляет всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом и Рождеством. И желает абаканцам и гостям нашего города крепкого здоровья, успехов, сил и согласия вашим семьям. И пусть на пути к осуществлению ваших планов, самых заветных желаний, горит только зеленый свет. В преддверии новогоднего праздника призывает всех водителей, пассажиров и пешеходов быть на дорогах предельно внимательными, аккуратными и взаимовежливыми со всеми участниками дорожного движения. С Новым годом! Всех вам благ! Самое главное – это не переставать верить в чудо. И оно обязательно сбудется. И так считаем не только мы, но и настоящий Дед Мороз. Я как главный Дед Мороз. Конечно же, у меня бужевой транспорт, моя тройка лошадей. Меня госавтоинспекция не останавливает, но я смотрю, что у вас гололед на дорогах, детки где-то переходят дорогу, вместе со взрослыми, кстати, в неположенных местах. И не на тот сигнал светофора. Так вот, запомните, дети, нужно соблюдать, дети и взрослые, нужно соблюдать правила дорожного движения, чтобы Новый год встретить не на больничной койке, а вместе со мной и получить подарок под елочку. С Новым годом!